привет друзья мы с вами находимся в провинции квебек в 30 минутах от города квебек от столицы этой провинции и примерно в трех часах езды от города монреаль от самого большого франкоязычного города канады если быть точнее двуязычного вот мы здесь таких очень очень красивых местах я надеюсь что на видео что-то удастся еще запечатлеть до темна и я бы хотел поговорить со своим другом о их жизни в квебеке в машине я еду с антоном привет антон привет мы хотим обсудить с тобой тему плюсов и минусов жизни в квебеке жизни в монреале жизни во франкоязычной канаде антон не очень готов к видео поэтому я сделаю небольшое вступление представлю вот антон живет в канаде уже больше десяти лет и в квебеке сколько лет в веке с 2012 года то есть больше 5 лет до 35 лет в квебеке и антон успешный бизнесмен он здесь скажем так осел пустил корни у него все хорошо и он расскажет я думаю в основном на позитивной волне о провинции квебек но хотелось бы также узнать о минусах квебека да то есть мы поговорим не только о плюсах но и о недостатках ну антон скажи пожалуйста ты переехал в квебек в монреале из торонто правильно я понимаю совершенно верно почему квебек да чем тебе скажем так в квебеке чем тебя больше привлекло чем жизнь в торонто чем жизнь в онтарио дело в том что нам хотелось свое жилье на тот момент в торонто стоимость отдельно стоящих домов уже была достаточно высокая нас привлекла стоимость домов в квебеке а именно в монреале мы живем не сам в монреале мы живем на южном берегу но тем не менее уже тогда разница в стоимости была за сопоставимое жилье около примерно в два раза то есть сейчас если говорить то в квебеке жилье ну даже наверно в три раза дешевле чем втором возможно даже в три раза дешевле вот но скажи просто и жилье конечно это хороший фактор тебя не пугало то что после стольких лет жизни в торонто и имея много русскоязычных друзей ты это потеряешь да то есть в веке русскоязычная община небольшая расскажи вот как ты себя здесь чувствуешь и в плане общения с плане культуры русской украинской так далее насколько тебе это нужно и насколько этого тебе достаточно в веке дело в том что мы до сих пор в основном общаемся с нашими друзьями из торонто то есть либо мы приезжаем к ним либо они приезжают к нам в монреале у нас достаточно плотный график работы и у нас на данный момент не так много друзей до сих пор ага нам в принципе хватает общения с нашими друзьями из онтарио ну если мы начали говорить об иммигрантах то в целом скажи иммигранты которые едут во франкоязычную часть они отличаются от тех кто едет в онтарио вот так если взять ну среднего иммигранта семью или людей которые приезжают насколько как в чем разница иммигрантов которые едут в квебек и в онтарио я бы сказал то что иммиграция в онтарио более профессиональная больше профессиональных иммигрантов едет иммиграция в квебек она более семейная то есть в квебеке среди преимуществ очень хорошие социальные программы в том числе для многодетных семей вот но насколько я понимаю здесь больше выходцев из стран снг таких как например молдова да потому что им проще французский язык вот румынский язык он очень похож на французский молдаванам очень легко дается французский язык а ясно как у тебя обстоят отношения с французским языком пришлось ли тебе здесь ходить на курсы сложно ли было его учить проще лета чем английский язык но дело в том что у меня уже было некий уровень французского что-то между начальным и средним на момент переезда в квебек это было одной из причин почему в том числе переехали вот здесь безусловно для новых иммигрантов есть бесплатные курсы есть проблем с изучением французского языка нет ну вот я от себя хочу просто добавить я рассматривал такую возможность может быть переехать в квебек до попробовать насколько я знаю здесь есть программа франканизации по моему первые пять лет после эмиграции в канаду они предоставляют очень хорошие условия по стипендиям для изучения французского языка да то есть если вы получили пмж приехали в англоязычную часть но решили поменять свою жизнь переехать во франкоязычную часть первые по моему пять лет если не ошибаюсь можно получать довольно высокую стипендию которая в принципе покроет ваши расходы на жилье как минимум на жилье и насколько я знаю базовый курс они предлагают 9 месяцев французского языка но многие также идут здесь в колледже и в университет и скажи есть ли какие-то преимущества обучения в колледже или в университете в квебеке по сравнению с англоязычной канады в веке преимущество обучение высших учебных заведениях очень большая почему потому что существует три уровня цен первый уровень цен без без скидок для иностранцев второй уровень цен на примерно в три раза меньше для жителей канады соответственно после того как приехавшие в пыбек становится жителями пыбека для них действует дополнительная скидка примерно в три раза меньше чем для канадцев суммарно раз около примерно раз в 10 меньше чем для иностранцев скидки на обучение высших учебных заведениях кроме того существует много разных программ то есть часть можно получать некие стипендии которые также помогут покрывать стены жилья правильно в том числе ясно это очень интересно особенно людям которые приехали в канаду но еще не определились кем им быть где им жить как дальше действовать да то есть действительно квебек предлагает вот такие дополнительные возможности осуществления своей не американской не канадской аквебекской мечты вот но вот сегодня тоже мы заезжали в интересную галерею галерею искусства и ее держит семейная пара муж эмигрант первого поколения итальянец они здесь живут более 60 лет то есть многие люди находят себя в квебеке и вот я от себя хотел бы просто добавить мне нравится то что здесь вот это франкофонская культура да она гораздо более доступны и и больше и она имеет большее значение для для франкоязычного населения для жителей квебек скажи тут мое только ощущение ли действительно это так здесь люди ну скажем так больше ориентированы на какие-то духовные ценности чем просто на работу зарабатывание денег и накопления да совершенно верно это в некоторой степени чувствуется вот да во многом это ощущается еще с тем что здесь более свободны правила в плане продаж алкоголя в ночных клубах да то есть гораздо больше вечеринок фестивалей это конечно очень интересно это большой плюс скажи вот после того как ты переехал из торонто в монреаль да скажем пригород монреале чего тебе здесь больше всего не хватает но про общение мы поговорили а вот если говорить о материальном может быть какие-то продукты какие-то товары которые ты здесь не можешь найти преимущество канада состоит в том что практически везде есть все у нас мы живем в небольшом городке 50 тысяч населения надо буквально 25 минут 25-30 минут от центра мануриали уже не считается мануриали у нас есть совершенно все вот есть даже небольшой русский магазин купить иногда там даже я там покупал пельмени как-то раз я помню на это конечно все очень здорово вот по поводу цен но про недвижимость мы сказали что здесь дешевле все остальное вот например одежда продукты насколько ты видишь что здесь это дешевле или дороже цены на продукты на какие-то может быть чуть-чуть дороже чем в антарео например на молоко в остальном все примерно более-менее одинаково вот что касается таких достаточно серьезных преимуществ это стоимость страховок на автомобиле по сравнению с торонто гораздо ниже да это большой плюс потому что конечно в торонто люди ну до 5000 канадских долларов в год платят за автомобильную страховку а здесь сколько будет выходить ну так средняя здесь двухстороннюю страховку мы платим за один автомобиль около 60-70 долларов в месяц это очень дешевле но при этом мы еще платим дополнительную страховку вроде как она привязана к лайсенс то есть каждый человек платит эту страховку она составляет около 100 долларов в год но это как дорожный налог правильно в антарио что мы сайте мы платим дорожный еще дорожный мало вот он около 200-300 долларов на автомобиль ясно скажи пожалуйста какие твои ощущения по климату насколько холоднее в крибеке насколько холоднее в манреале потому что многих привлекает торонто и южный онтарио именно тем что климат более мягкий да климат в торонто более мягкий в манреале обязательно менять летнюю всесезонную резину на зимнюю то есть 15 декабря по 15 апреля все должны ездить на зимней резине вот снега безусловно больше иногда бывают более холодные дни ну в общем и среднем климат более холодные ну и даже по широте мы реально он немножко севернее чем торонто ясно скажи пожалуйста в торонто ну или скажем так в антарио многие проводят свободное время на свежем воздухе до аудорсия не знаю как правильно сказать кемпинги хайкинг лыжи что ты скажешь по поводу к вебеку насколько здесь больше или меньше возможностей в веке примерно столько же возможности возможно просто нет такого количества великих озер как онтарио но очень много также парков в том числе очень красивых парков например национальный парк для новой си ими я тебя тоже скажу что мы сейчас как раз здесь проводим каникулы на горнолыжном курорте на горе святой анны это просто потрясающие места просто великолепно цены не низкие я не думаю что съездить отдохнуть к вебеке на горнолыжный курорт будет намного дешевле чем даже может быть сравнить можно с европой или с ванкувером да с альбертой с британской колумбии я думаю что дороже чем в сша будут такие курорты вот но при этом это доступно да скажи вот на твой взгляд здесь у людей достаток по сравнению с онтарио выше ниже на том же уровне вот ну если так посмотреть на круг твоих знакомых и в принципе людей с которыми ты общаешься в общем и целом достаток конечно же ниже видно во всем связано ли это с тем что здесь меньше работы или ниже зарплаты здесь безусловно меньше работы так как монреаль 30 лет назад был финансовым центром канады потом по некоторым причинам финансовым центром стал талантом вот работа в торонто на мой взгляд больше также это зависит от профессии например в монреаль едут специалисты в области авиаконструкторы так как здесь айти наверное здесь сразу айти везде в канаде везде проблем не составляет найти работу на конструкцию потому что здесь завод бомбардия соответственно безусловно зарплаты пониже но не то чтобы два раза ниже ну насколько на 10-15 процентов может сложно сказать сложно наверное от отрасли зависит от отрасли но преимущество в том что конечно же все дешевле в плане жилья и то что жилье одна у многих это 60 процентов расходов соответственно тоже меньше ясно скажи пожалуйста если человек приезжает да вот ему без разницы в какую часть ехать монреаль и либо в торонто либо в ванкувер вот если бы у тебя был бы выбор и ты бы мог вернуть время назад какую бы часть канады ты бы выбрал для себя то есть поехал либо ты также в кубек или выбрал бы что-то другое я думаю что я все-таки бы наверное остался бы в торонто остался бы в торонто несмотря на то что тебя не было бы там возможности купить собственное жилье ну дело в том что возможно такая возможность поскорее всего появилась а ясно но это хорошие в том числе реально это тоже очень хороший хорошее место для жизни в канаде ими вот этот второй по размеру город то есть единственный нюанс то что здесь крайне желательно владеть французским но в том числе английский здесь нужен особенно в декабе кубек в этом городе гораздо меньше людей разговаривать по-английски чем мы вряд ли очень многим близки то есть есть в астайланд полностью афонский район монреале там где госпиталях везде разговаривают по-английски но тем не менее владеть французским веке крайне желательно ну вот я могу сказать по своему опыту я смотрел вакансии искал работу и были хорошие вакансии в кубеке неплохие зарплаты кстати говоря но требовался только байлингву да то есть даже несмотря на то что я искал работу в англоязычной организации обязательное требование было владение двумя языками я думаю что это специфика монреале и скорее всего это специфика оттавы да то есть вот это два города где в канаде нужно знать два языка не думаю что где-то еще это настолько критично но вот эти два города да это важно вот ты знаешь антон очень многие спрашивают на форумах обсуждают медицину в канаде и это больная тема там где-то платные страховки бесплатные буквально пару слов в вебеке но во-первых платная ли здесь базовая медицина или бесплатно базовая медицина здесь бесплатная так же как и везде в канаде но безусловно здесь есть некоторые проблемы со здравоохранением очень большую очередь то есть например для того чтобы получить семейного врача то есть чтобы получить приписку к семейному врачу у нас мы стояли в очереди около трех лет вау то есть в таронто у меня на это ушло буквально два дня да ну я могу сказать тоже в небольшом городе в онтарию это занимает 10 минут да то есть всегда есть врачи которые принимают да это конечно не самый большой плюс но если у тебя нет семейного врача это какая-то беда то есть это то не беда ты в любой момент нужно пойти в локом клинике любым проблемам соответственно врач в этой клинике при необходимости направить себя к специалисту вот возможно нужно будет стоять в какой-то очереди ну и безусловно в случае каких-то экстренных неотложных ситуаций всегда есть emergency где может быть время ожидания может быть совсем чуть чуть больше чем в таронто то есть в принципе вся система работает так чтобы человек мог получить сервисы ну зависит от серьезности серьезности ситуации серьезности заболевания ясно но в принципе если не говорить про спорт достаточно здесь возможности для проведения свободного времени вот многие считают что канада скучная да там сравнивать с европой особенно что сделать здесь нечего поехать некуда скажи по твоим ощущениям в кубеке здесь в отличие от торонто больше меньше здесь в каком-то плане больше например возможности поездить на обычных беговых лыжах больше чем в онтарио бывает больше снега вот больше разных парков для этого вот то есть примерно все одинаково то есть очень большие возможности для активного отдыха но мне вот монреаль еще очень нравится географическим расположением то что здесь от монреаля можно буквально менее трех часов до оттавы да то есть если какие-то федеральные праздники мероприятия парады там не знаю фестиваль тюльпанов фестиваль огней да там все что угодно до оттавы очень близко очень близко до квебек сити где абсолютно своя субкультура абсолютно другая обстановка и можно очень много всего интересного посмотреть узнать до нью-йорка здесь если не ошибаюсь 6 часов да то есть по прямой вниз через штат вермонт прекраснейшие места я туда ездил отдыхать просто великолепно дальше до бостона да опять же близко до атлантического океана вы можете поехать и в бостоне провести время это тоже культурный город финансовый центр великолепный образовательный центр то есть монреаль ну я считаю что имеет более центральное расположение более скажем так несмотря на то что он где-то оторван от канады благодаря французскому языку но он также больше связан с другими культурами и здесь скажем так гораздо интереснее в плане путешествия если вы любите выезжать куда-то за пределы провинции за пределы страны и еще такой момент вот то что хотелось бы узнать известно что в кубеке есть не некие сепаратистские настроения на вас это как-то отражается если какие-то проблемы с безопасностью проблемы с отношением к русским проблемы с отношением к мигрантам если все это или это все только для заголовка газет ну на самом деле не стоит преувеличивать сепаратистские настроения в кубеке да они есть но на самом деле последнее время вероятность того что что-то произойдет она она крайне мала да безусловно некоторые жители кубек коренные у них есть некие националистические настроения они не очень любят в том числе углафонов то есть соответственно граждан канады у которых родной язык английский но тем не менее с этим можно прекрасно жить в общем и целом обстановка достаточно благоприятна хорошо это важно ну хорошо антон спасибо тебе огромное очень приятно было поговорить узнать много интересного про кубек пожалуйста подписывайтесь на канал если вы хотите узнать больше задавайте ваши вопросы в комментариях я попрошу антона дать ответы на что-то смогу ответить сам буду рад с вами общаться буду рад обратной связи всего вам доброго пока пока а